Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Я записываю сегодня в машине, потому что у нас опять какие-то работы дома, и плюс еще дождь, и я боюсь, что я просто не найду промежуток времени, когда будет достаточно тихо, чтобы записать видео с качественным звуком. И тема сегодняшнего видео – минимализм вашей истории. В свое время я запустила такую рубрику, она мне очень самой нравится, и я читаю с удовольствием все комментарии. Не на все, к сожалению, могу ответить. Большое спасибо, что все комментарии, кто потрудился оставить, оставили. Итак, одна зрительница написала, что недавно пошла в магазин, и пошла она, в общем-то, за брюками для своего ребенка. И очень интересно, с юмором написан комментарий, так как я, наверное, сама бы могла написать. В определенный момент она поняла, что стоит в примерочной, в толстовке, в брюках для себя, и с кроссовками в руках, потому что кроссовки были по какой-то суперцене. И довольный уже предвкушающий процент с продажи консультант направляет ее к кассе, и что-то рассказывает. И, в общем-то, в этот момент, как она пишет в этом комментарии, она очнулась и смогла все эти вещи оставить там, где, в общем-то, они и находились, то есть в магазине, уйти без покупки. Потому что те брюки, за которыми она пришла для своего ребенка, она не нашла размер, потом купила их в другом месте. Что я могу сказать, дорогие зрители? Ситуация, я думаю, распространена для очень-очень многих. Единственное, что концовка, завершение ее, к сожалению, для многих из нас не всегда в таком ракурсе. Как правило, мы все-таки остаемся с покупками, с теми покупками, от которых мы не решили отказаться, потому что рядом с нами консультант, он улыбается, он потратил на нас время, мы сразу чувствуем, что мы должны этому консультанту. Недавно, если я не ошибаюсь, на каких-то из первых центральных каналов вышло видео, как обучают консультантов задавать три вопроса, на которые клиент обязательно ответит «да», и на четвертый вам отнести это на кассу, он тоже ответит «да». Не вспомню, как называлось видео, я увидела его где-то на Ютубе. Все, что я там, что называется, посмотрела через перемотку, было мне знакомо. Имейте в виду, что если вы чувствуете некую неловкость перед консультантом, который потратил на вас время, то, скорее всего, вы ее ощущаете не потому, что вы очень воспитанный и добрый человек, а потому что консультант в отношении вас применял определенные методики, которые он изучил, которым его обучили. Ну и также очень-очень много сопутствующих моментов, может быть, которые влияют на наш в итоге выбор, что мы действительно остаемся с вещами, купленные за наши деньги, которые, как правило, нам не нужны, либо нас не радуют, либо просто уже некоторые дубликаты имеются, причем в некоторых даже дублированных количествах в нашем доме. То есть у нас есть дубликаты дубликатов дома, и мы еще один дубликат приносим. Поэтому мои комплименты зрительницы, которая смогла действительно очнуться, как она написала, потому что действительно очень часто нужно прямо-таки совершенно точно осознать, что мы делаем, как было с моими 20 вещичками детскими, которые стоили недорого, которые, в общем-то, нужны, но почему бы и нет, и так далее, и так далее. В итоге эти вещи я не купила, я смогла остановиться, я не просто купила мало, я вообще все положила, разнесла по местам, где взяла, и вышла без покупки. И это очень и очень важно для любого человека, который стремится к минимуму нужных вещей вокруг себя, понимать, что основной поток ненужных вещей, вещей, которые в итоге нас захламляют, и на которые мы потом будем тратить часы времени, чтобы расхламиться, и столкнемся с очень сложной эмоциональной задачей, мы должны будем решить, а нужно ли нам это, а когда это нам понадобится, и так далее. Думаю, что любой человек, который расхламлялся, сталкивался с такой ситуацией, так вот, в общем-то, мы просто-напросто должны признать тот факт, что часто захламляем мы не просто сами, самостоятельно, делаем это очень интенсивно, а за собственные деньги. Здесь на YouTube очень многие блогеры рассказывают, как они пришли к минимализму, либо начали делать свои первые робкие шаги по пути минимализма, потому что они переезжали. Очень многие блогеры рассказывают, как они переезжали из одной страны в другую, либо из одного города в другой, и таким образом постоянно собирая вещи, разбирая вещи. Как сказала одна известная моим зрителям блогера, она сказала однажды, что ящик с вещами, контейнер с вещами задержался, и она осознала, что все, что там было, такого необходимого, в итоге не понадобилось в течение этого долгого периода, возможно, он равнялся месяцу, когда все эти вещи, что называется, где-то, где-то были, и хозяева не могли ими пользоваться. Действительно, очень многие люди приходят к расхламлению, приходят к минимализму через понимание того, что они переезжают, и что они должны очень много времени посвятить своим вещам, чтобы эти вещи собрать, разложить по коробкам, и потом снова все это распаковать в новом жилище. Но самое главное, они осознают, находясь определенное количество без этих вещей, что они без этих вещей не просто могут обойтись, а их жизнь комфортна, и они чувствуют себя комфортно, и зачастую даже более счастливым, потому что за этими вещами не нужно ухаживать. Я в свое время поменяла несколько съемных квартир. Здесь в Италии я переезжала с первой квартиры съемной на другую съемную квартиру. Мы смогли перебраться в центр, потому что сначала никто не хотел сдавать мне жилье. По всей видимости, я не внушала доверия никому. Одна с ребенком что-то приехала и хочет еще одну квартиру снять здесь в центре получше, да побольше. Поэтому, да, я переезжала из окраины в другую квартиру, и потом из той квартиры мы уже переехали в то жилье, в котором я сейчас и снимаю, иногда работаю. И, соответственно, я пережила несколько переездов. Но, как это ни странно, посмотрев видео других блогеров и проанализировав свой собственный опыт, я никак не пришла к минимализму и даже о нем не задумалась, несмотря на то, что два очень сложных переезда у меня было. Мое первое расслабление случилось на второй съемной квартире, когда уже мы, что называется, точнее я, это, скорее всего, все легло на мои плечи, столкнулась лицом к лицу с этой необходимостью перевозить за собой барахло, по-другому не скажешь. Более того, в первой квартире мы прожили год. И я могу сказать, хотя мне стыдно открывать этот простой факт, что очень многие вещи лежали кучами в шкафах, закрытые, чтобы, в общем-то, они не портили эстетику помещения, в котором я жила с Егором. Они лежали огромными кучами, так и не будучи разобранной в течение года. Я их привезла из Москвы. Это был какой-то ненужный текстиль. Я привезла сюда все, что похуже, что в Москве уже не думала использовать, потому что московский дом был основным домом. И все это лежало в огромных количествах, потому что и в Москве не нужно, и здесь я этим количеством огромных вещей не пользуюсь. Так же было и с одеждой. Я перевезла огромное количество одежды. Я перевезла огромное количество одежды, которая у меня была в Москве, которую я в Москве уже не носила, потому что она была, ну, какая-нибудь старенькая, заношенная, как это часто бывает. А тут я очень много гуляла с Егором. Я думала, что буду надевать все это на прогулки. Я рассказывала, что как раз-таки в Италии я поняла, что и на прогулки можно одеваться, Ну, если уж не в новую одежду, то, по крайней мере, в красивую одежду и выглядеть по-другому на прогулках со своим любимым ребенком. И все это лежало-лежало в течение года. Во-первых, у меня не было времени разобрать, а когда было времени, не было желания все это разбирать. И вот этими кучами я все это перевезла на вторую съемную квартиру. И там, я как сейчас помню, все это тоже очень долго лежало. Единственное, что когда мы уже жили на второй квартире, Егорка пошел в детский сад, и у меня появилось больше свободного времени. И как это часто бывает в жизни не минималистов, свое свободное время я посвятила на разбор вот этих ящиков, на разбор вот этих коробок, на разбор пакетов, в которых были свалены мои, как мне казалось, любимые вещи. И тоже мысль у меня промелькнула, что, в общем-то, все это лежит в пакетах месяцами, вся эта моя одежда, прежде всего, там лежала. Егоркина одежда в огромных количествах, которые сейчас донашивают его два младших брата. Так много было одежды у Егора, что все это не понадобило в течение очень долгого времени, а то и сезона. Потому что определенные вещи я начала разбирать уже, когда мы вышли, скажем так, на холодные температуры. Мы с Егоркой меньше гуляли, и я могла посвятить время вот такому наведению порядка, тогда это не было расслабление. Но подумайте только, дорогие зрители, я так много времени потратила на то, чтобы перевести хламчик с одной квартиры на другую, разобрать и снова разложить, и найти всему этому месту. Более того, я, как сейчас помню, я докупила даже мебель. Я рассказывала об этом, что одна из ловушек, которые попадают минималисты, они несколько путают, несколько отождествляют наведение порядка с расслаблением и с приведением, скажем так, четкости мысли в отношении количества тех вещей, которые имеют. И вот в моем случае это произошло. Я докупила мебель, чтобы у меня, скажем так, все поместилось и все лежало так, чтобы это можно было быстро взять и легко найти. И ситуация подобная, и ситуация подобная кажется мне сейчас достаточно абсурдной, но я сама в ней находилась. Я рассказывала про свое первое расслабление, которое я совершила при помощи своей подруги. Она тоже очень много переезжала, и я рассказывала, что это первое расслабление привело меня к существенной ссоре с моим мужем, когда я выбросила вещи общего пользования. Это был старый текстиль, на самом деле, текстиль, я рассказывала, который он покупал еще до моего присутствия в его жизни. И все это действительно было очень-очень старое, но тем не менее, когда я сказала, знаешь, я вот это все выбросила, как здорово, порядочек навела, у нас теперь всего мало, но только то, что нужно, и то, что красивое. Мой муж, в общем-то, сказал, что выбрасывать вот таким образом, решать судьбу вещей вот таким образом, тем более, скажем так, его вещей все-таки, он действительно был прав, это не правомерно, и чтобы в следующий раз, если я задумываю подобное, я с ним посоветовалась. Поэтому вышла даже небольшая ссора, где я чувствовала себя обиженной, я протратила очень много времени на свое первое расслабление, а муж мой прекрасный не смог оценить моих усилий, и, в общем-то, вот такая первая ссора на почве расслабления случилась. Поэтому вот такая история моей зрительницы, вот такая моя личная история, которая подтверждает, что то огромное количество вещей, которые мы пускаем в свою жизнь, это прежде всего наша собственная, но если уж не вина, то ситуация, которую мы создаем, действительно нашими собственными руками, нашим собственным временем, потому что в конечном итоге мы тратим не просто деньги на те вещи, которые в итоге захламляют и занимают пространство в нашем жилище и в нашей жизни, мы тратим прежде всего свое время, которое понадобится нам, либо уже понадобилось для того, чтобы эти деньги заработать. И все мы очень по-разному приходим к минимализму. Кто-то действительно приходит через переезды, осознавая, как много вещей приходится паковать, распаковывать, и все эти вещи, в общем-то, без них можно легко обойтись. Я, оглядываясь назад, могу сказать, что мне очень жаль, что мой двухразовый, скажем так, переезд и, можно сказать, даже трехразовый переезд, потому что сначала все-таки я перевозила вещи из России сюда в Италию, он не возымел на меня никакого эффекта, меня не впечатлили мои вещи. Я, в общем-то, на самом деле, как улитка перетаскивала, у меня даже видео есть про тележку, как мы загружаем свою тележку, жизненную тележку, всеми вещами, которые потом вынуждена за собой тащить. И я, в общем-то, достаточно бодро, без особого сожаления и не особо осознавая, что происходит в моей жизни, перекладывала, перевозила вещи из одной квартиры в другую, и это, скажем так, не привело меня к осознанию тех вещей, которые осознаю я сейчас. Я много раз рассказывала, что мой минимализм начался совсем по-другому, чему я очень-очень рада. Я считаю, что неважно, как мы приходим к минимализму, осознанно либо интуитивно, через бедность, либо через избыток, мы приходим к минимализму в раннем возрасте, либо уже имея седые волосы на голове, самое главное, что мы осознаем определенные вещи, которые позволяют, прежде всего, нам упростить свою собственную жизнь и чувствовать себя таким образом, ну, если уж не счастливее, то гораздо, гораздо комфортнее. Чего желаю всем своим зрителям. На этом прощаюсь, увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.